В детстве мы все верим в волшебство и чудеса. С возрастом это, как правило, проходит. Но когда за дело берутся эти трое, мы снова как будто становимся детьми и готовы поверить в самое невозможное и невероятное. Трио братьев-иллюзионистов известно во всем мире. И очень хочется выведать хоть какие-нибудь секреты у одного из них. Сегодня мой герой – артист и телеведущий Сергей Сафронов. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Мы вот когда, я сейчас говорю о себе и о нашей группе, которая делает программу «Мой герой», мы когда о вас говорили, мы решили, что с вами имеет смысл разговаривать как с волшебником. Ну вот как волшебник, пообещайте мне, пожалуйста, что за время программы вы не телепортируетесь на другой континент, не подождете студию, она еще нам пригодится, и не превратите меня в куст сирени. Обещаю, обещаю. Я уже налетался, нафелепортировался, поэтому с удовольствием пройду с вами это время. Ну я так понимаю, что у вас в семье три волшебника. Это вот Сергей, ваш брат Андрей и ваш брат Илья. А родители кто? Ну вот, все-таки, наверное, самые главные волшебники – это наши родители, потому что все, что мы умеем, это все благодаря именно им, в первую очередь, безусловно, нашей маме, которая, отказавшись от своей карьеры, отказавшись от работы, каких-то развлечений, она всю себя посвятила нам. А мама кто, Сергей? Мама – инженер. Мама – очень интересная судьба. Она предпочитала работать уборщицей по ночам. Да, она не смогла работать на заводе в должности инженера, и по ночам она убирала подъезды в доме, где мы жили, и по ночам она убирала там территорию на заводе. Для того, чтобы оплачивать нам разные кружки, куда мы ходили заниматься. И поэтому весь день она уже посвящала исключительно нам. Пока мы в школе, она занималась уборкой, готовкой и так далее, а уже после школы она водила нас по всем кружкам, каким только можно было. А у вас разница в возрасте какая с братьями? Илья старший брат, ему 42 года, а с Андреем мы двойняшки. У нас разница всего-навсего 15 минут. Я все-таки постарше, как получается, да, а Андрея все равно это как-то не устраивало. И он где-то вычитал, что на Руси тот, кто первый рождался, что он на самом деле младший, потому что тот, кто глупо, тот и был зачат, соответственно, раньше. Раньше, да. Значит, Андрей старше. Ну, мы с Ильей решили не спорить, назвали вообще его старшим братом. Кстати, надо сказать, что он действительно сейчас ведет себя как старший брат. Он так повзрослел, он следит за нашим здоровьем, за нашим питанием. Они с мамой покупают нам разные витамины, рыбий жир там и так далее, и так далее. Молодцы, давайте им поаплодируем. Андрею и маме. Ну и Евген, конечно, тоже. А папа чем занимался и занимается? Папа также на заводе работал инженером, пока там в 90-е не случились изменения. И папа стал заниматься установкой спутниковых антенн. Да, вот такая у него была работа. А сейчас папа является нашим концертным директором. То есть организатором ваших побед. Ну, скажем так, да. В общем и целом. Скажите, пожалуйста, а в детстве вы тоже были такой дружной компанией? Или вы дрались и выли, как Чук и Гек? Значит, мы никогда не были дружны. Родители на выходные уезжают на дачу. Трех бойцов оставляли. Одних зачем-то. Вот как это могло так произойти? В общем, оставляли нас одних. Уезжали на дверях, висели плакаты. Ну, предположим, ван дамы. Приезжают, и они видят, так, плакат поменялся. Они подходили, и так вот плакатик раз трогали, а там дырка за ним. Дырка, да. Значит, Илья доводил нас. Андрей запускал в него булаву. Мы тогда уже готовились к цирковому училищу. У нас были булавы для жонглирования. И вот у нас они всегда были под рукой. Поэтому, когда старший брат приходил и дразнил нас, то он быстренько убегает. Только пятки сверкали, убегал от летящей за ним след булавы. Успевал закрыть дверь, булава впивалась. Да-да-да, в двери в эту, да. Да, разрывая плакат. И мы такие, Илья открывал дверь, ну вот, мама с папой приедут, вот посмотрим, что они на это скажут. И Андрей быстрее снимал аккуратненько этот плакатик, доставал свой какой-то там, заклеивал эту дырочку. Да, заклеивал дырку, понятно. Вы говорите, что мама водила во всевозможные там кружки, да, и вообще занималась воспитанием. В чем это заключалось? То есть какие были кружки? И откуда вообще взялся цирк в семье инженеров? Вот, клянусь, откуда цирк взялся, не знаю. Но с самого детства, с четырех лет, мы ходили в театральный кружок. Каждые выходные, суббота, воскресенье, на протяжении восьми лет. К Александру Силовичу Куснецову был такой режиссер-драматург, актер. И вот он нас учил актерскому мастерству. Короче говоря, готовил нас к театральному училищу. И с четырех лет до одиннадцати лет я уже успел вот эти семь годочков послужить в театре «Современник». Поиграть на одной сцене с Игорем Владимировичем Вашовичем, с Микареем Зугаловым, с Галиной Волчем. Да, вот у меня было три спектаклика. Была «Святошь», «Плаха» и «Крутой маршрут». Там тоже были забавные моменты, значит, когда я принял участие первый раз в «Плахе». А там играл Михаил Жигалов и Сергей Гармаш. И вот, значит, Гармаш проходил мне, и мне говорят, ну, с премьерой. Я говорю, и вас тоже. Потом мне папа говорит, какой ты-то его премьер, это у тебя премьера. Они-то уже сто лет играют этот спектакль. А там в финале этого спектакля еще был такой момент. Значит, меня похищает «Волк», два товарища, которого играет Гармаша Жигалов. Они начинают стрелять в этого «Волка» и, конечно, попадают в сына. Меня, значит, убивают. Все, это финал спектакля. Рассказчик меня через весь зал несет на руках, кладет на авансцену. Значит, надо мной склоняется Михаил Жигалов. У него очень серьезный такой драматический монолог. Он, значит, чуть-то там не слезы. Чтобы вы понимали, я прям помню, один раз молодежь какая-то пришла, громко разговаривая в зале. Он остановил спектакль, сделал им замечание и снова продолжил играть. То есть это для него была очень такая важная сцена. Я, значит, лежу. Извините, я подвину стул, чтобы просто было потом верно его. Значит, я вот так вот лежу. Вы зрители? Я одним глазом, значит, смотрю на него. Думаю, ладно, не буду его смущать. И делаю, смотрите на мои ноги, делаю так. Ой, ладно. Что-то затянул отец, затянул. Попало? Ну, нет, мне не попало. Но зрители оценили. В зрителей попало. Понятно. Мурхатар Хардаев сейчас немножко о вас расскажет. Ну, на мой взгляд, Сергей Сафронов уникальный человек. Он и скромен, и гениален одновременно. Обладает очень тонким музыкальным слухом. Он и пишет музыку, и поет. Ну, то есть талантливые люди, как говорится, талантливы во всем. Ну, самая очень важная вещь, мне кажется, что родители правильно воспитали братьев. В них очень, помимо вот такого братского, братской близости, у них духовная очень близкая тема. При исполнении каких-то опасных трюков, если ты человеку не доверяешь в каком-то моменте, очень сложно исполнять трюки, где, может быть, надо будет доверить даже свою жизнь. Поэтому немалая важная роль, помимо таланта их, это то, что они воспитаны на правильных семейных ценностях. Спасибо. Как поступить вот человеку, не связанному с цирком, в цирковое училище? Что для этого нужно, Сергей? Трудолюбие в первую очередь, потому что, ну, вот знаете, это как в иллюзионном жанре, есть тоже несколько направлений. Например, карточные фокусы. Вот они мне никогда не давались, потому что, а, у меня кривые руки, б, у меня нет никакого терпения и желания, я не усидчивый. Мне нужно обязательно движение. Я не могу сидеть, я вот, например, сценарий пишу уже год. Книгу я писал 8 лет. Вот так муза пришла, я сел, я должен, вот если я сел, тогда я вот эти три главы напишу за одну ночь. Все, ой, три главы, три страницы, это одна глава у меня. Все, три страницы я за одну ночь написал, все, вот, все. Ждем следующий муза. Следующий, приход вдохновения. Приход вдохновения ждем, да. Муза прилетела опять, значит, сел, написал. Да, то же самое и в иллюзионном жанре, вот, например, карты, я, ну, не дается и все, не могу. Зато какие-то трюки, которые связаны с динамикой, какие-то экстремальные, это вот прямо мое. Хотя с появлением третьего ребенка я уже думаю, так, а стоит мне одевать для себя смирительную рубашку и вискнуть вниз головой на высоте, там, тех же пяти метров, да, наверное, не стоит. Или заходить в клетку, где вот эта катушка Тесла, знаете, разряды молнии. То есть она несколько раз меня хорошенько вдарила. Прикладывала, да. Да, и я вот уже думаю, так, а стоит ли мне... Андрюшка, а ты не хочешь сегодня ударить, так сказать, а? По струнам. Поэтому задумываюсь. Но в любом случае, отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что, как и в любом деле, трудолюбие, фанатизм. Потому что, ну, что касается, опять же, иллюзионного жанра, это один из самых дорогих жанров в мире. То есть, чтобы вы понимали, есть любимые всеми группы, у которых есть любимые всеми хиты. Да. И когда мы покупаем билеты, идем на их концерт, то есть вот мы идем на свои любимые хиты. Иллюзионный жанр. Это совершенно другая история. Когда зритель пришел и посмотрел твое шоу, он с жаждой идет и ждет, когда будет следующее шоу. И он уже не хочет видеть те самые ящики, которые он видел год назад, но хочет видеть новое шоу. Поэтому здесь трудолюбие не только имеется в виду кровь и пот, это еще и работа мозгом, потому что это шоу нужно придумать. Это шоу нужно родить. И когда мы там с братьями собираемся, то вот такие мною постоянные отмазки. Я придумал номер. Короче, берешь девушку красивую, ее закрутил, раз, она взлетела. Илья меня с Андреевым спрашивает. Ну и как это будет происходить технически? И как это будет возможно сделать, реализовать? Я говорю, ну нет, это я не знаю, это вы сами думаете, как тут все это, значит, что тут делают? Они говорят, нет, Сереженька, тогда вот давай вместе садиться думай, потому что самое сложное, это как раз придумать, как технически осуществить ту или иную задумку. Слушайте, а вообще вот этот интерес к иллюзии откуда взялся? Вы кого насмотрелись, начитались или как? Имел честь три дня назад быть на шоу Дэвида Копперфилда, посмотреть его, познакомиться с Дэвидом Копперфильдом. Да, вот моя мечта осуществилась, хотя 10 лет назад братья уже ездили к нему и были с ним знакомы, но у меня тогда не получилось поехать. Вот сейчас я с ним познакомился, увидел его шоу, вдохновился очень сильно. Должен сказать, что этот человек действительно вдохновил не только нас заниматься этим искусством, а вот все поколение 21 века, да и, наверное, конца 20 века, все иллюзионисты, которые сейчас выходят на сцену, большую часть из них вдохновил Дэвид Копперфилд. Он влюбил нас в этот жанр, заставил нас этим жанром заниматься. Я помню, как я долго не хотел этим жанром заниматься. Я с самого детства мечтал заниматься кино, мечтал заниматься театром. Сейчас, конечно, моя мечта осуществляется. Нет, смотрите, ну вот кинотеатр, но тем не менее, вы же в цирковое училище пошли. Все очень просто. Нас не брали в 10-11 класс. По успеваемости, да? Ну, конечно, там дальше математические, алгебра, геометрия. Естественно, после 9 класса куда? ПТУ? Ну да. Либо? Да, да, цирковое училище. Мы выбрали цирковое училище. Я вас. Филипп Киркоров. Чем интересны Сафроны? Я вообще даже не понимаю, почему они до сих пор не в Америке, не в цирке до солей и под них специально не сделали шоу в Лас-Вегасе. Они абсолютно достойны грандиозного шоу в Лас-Вегасе, на который выходили тысячи людей ежедневно. Они интересны, оригинальны, безумно харизматичны и обаятельны. И, конечно, они должны идти дальше. Спасибо. Спасибо. Приятно. Вот фокусом и иллюзионным номерам учат в цирковом училище или не учат? Нет, нигде этому не обучают. Ну, я так и понимаю, да, что научить этому невозможно, да? То есть этот человек или несколько человек должны придумать сами, правильно? Да. С чего вы взяли, что у вас получится быть иллюзионистами? Вот здесь действительно Бог и родители как-то вот так нас троих наградили по-разному всех, что вот склад ума у Льи, я, например, я завидую ему, потому что у него как раз вот развито в большей степени вот в техническую сторону. Он может посмотреть какой-то трюк, ему не надо заходить за кулисы, смотреть так, а как у тебя здесь лебедки эти висят, а как у тебя здесь штангеты, софиты. Он может предположить, как это все может быть, нарисовать свое видение, и это сработает. Конечно, не сразу. Методом проб и ошибок, экспериментов, безусловно, у нас всякое было. У нас же никогда не было ни спонсоров, ни продюсеров, ни инвесторов. Мы все там 100 долларов на утреннике на детском заработали, тут же бежали, покупали кусок фанеры и тащили домой пилить, сверлить. Короче говоря, мы изготовили несколько там дорогих под миллион рублей иллюзионов, которые, например, не оправдали себя, они вот так на складе у нас и пылятся. Почему? Один действительно не оправдал себя, потому что зрителя он не впечатлил, и надо иметь тогда уж совести не настаивать, а убирать это в кладовку. И один из иллюзионов был технически опасен, то есть он был не доведен до ума, и мы понимали, что артист может лишиться руки. Ой, кошмар какой. Да, поэтому два раза отработав, мы поняли, что да нет, ты готов рисковать? Нет, я не готов. А ты? Я не готов. Спасибо. Миллион рублей вот так где-то там. А вообще так бывает, да? То есть риск есть во всех. Нет, я понимаю, что зритель видит, разумеется, вещи страшные, да? То есть там и огонь, и вода, в которой можно там, я не знаю, что захлебнуться, и какие-то секиры, которые там могут упасть. Но реальный есть риск? Или это наши придумки зрительские, Сергей? Никаких придумок нету. Я могу просто сказать, что мы не как Джеки Чанны с 20 переломами, только одной конечности. Но, скажем так, каждый из нас ломал себе ногу, руку. Мы горели. Происходили страшные вещи. Но, естественно, мы зрители не говорили, что, вы знаете, вот я только что у меня от руки кусок мяса оторвал, вот этот капкан. Но ничего страшного. Нам еще впереди надо работать 30 швов, поэтому я быстренько там 6 швов и вперед дальше. То есть у меня был трюк, когда мы придумали, усовершенствовали, может быть, Фидели наверняка, Гарри Гудини показывал, смотреть на рубашку. Конечно, конечно. Ну, классический трюк, да. Мы решили усовершенствовать его, и меня подвесили в центр металлического капкана. Там на капкане таймер, и я должен был успеть за одну минуту освободиться. Таймер срабатывает, капкан захлопывается. Я должен успеть освободиться, скинуть смирительную рубашку, подтянуться, отстегнуть ноги. Там тоже специальный механизм, его нужно отстегнуть, и вот уже спрыгнуть с этой высоты. Вот, значит, я скидываю себе смирительную рубашку, вот я уже подтягиваю, чтобы отстегнуть ногу. И я слышу так, капкан сработал. Я так краем глаза вижу, что челюсти уже полетели. Все это я сейчас описываю, конечно, это долго, но там-то все, секунду, я просто вижу. Полетели, я... Все, надо лететь вниз. Я распрыгаю, капкан отрывает мне кусок руки, я падаю на левую руку, ломаю себе ее. Вот, и, значит, ну, встаю, чувствую, что рука горит. Это ноет. Это... Ну, там внутренний перелом, трещина кости, будем так уж откровенны. Вот, это ноет просто. Я вижу, что здесь рука порван вот так, значит, я руку прячу. Зрители передо мной, я кланяюсь, ухожу за кулисы, не буду смотреть, что там. Снимаю куртку с ассистента, надеваю на себя куртку, дорабатываю шоу. Потом я уже анализирую, куда пришел удар основной. Что если бы я бы рукой не закрылся бы, то пришло бы в лицо. В лицо, да. А тут инстинкт самосохранения сработал. Это еще что? Мы делали трюк, снимали шоу на улицах страны. Вот, представьте, один из трюков – это обрыв. Скала, но высотой, наверное, с девятиэтажный дом. То есть прилично лететь, вот такой обрыв. На краю обрыва ставим четыре ящика. Каждый ящик пронумерован. Здесь стоят зрители. Андрей снимает бейсболку, мы берем листочки. Каждый листочек также нумеруем. Сворачиваем бумажечки, бросаем эту бейсболку. Зрители отворачиваются. Я захожу, сам выбираю, какой... Как бы я вижу будущее, такой трюк. Я вижу будущее, я выбираю безопасный ящик. Я захожу в ящик, закрываю за собой его. Андрей предлагает зрителям выбрать... Они не знают, в каком я ящике. Он предлагает зрителям выбрать один из листочков. Зрители выбирают, Андрей разворачивает так. Цифра два. Все бросаем, ящик номер два. Подходит и бросает ящик номер два. Я выхожу из ящика номер три. Идем дальше. Такая русская рулетка. Идем дальше. Ну, идем дальше. Отворачиваетесь. Все отвернулись. Я захожу в ящик номер три. Закрываю. Андрей, значит, просит зрителей повернуться. Опять же выбираете бумажечку. Выбирает бумажечку. Ящик номер три. Я думаю... А я стою в ящике, я слышу три. Думаю, секунду. Не должно быть так. Не должно быть, да. У меня петля микрофон и ухо. Я в микрофон спрашиваю. Господин режиссер. Тут как бы считанные секунды. Мой брат идет. Я слышу, как щебень под ногами. Уже вот здесь. Сейчас будет замах. Как бы я в какой ящик зашел? Он говорит. Слушай, я сейчас смотрел общую картинку. Давай в оператора спросим. А время идет. Брат уже... Вот он, уже все. Значит... А брат тоже не знает, что вы... Нет, нет. Все отвернулись. Никто не знает. Операторы. Ну, кто? Быстрее. Ну, давайте. Что вы делаете-то? Серега, ну, мы там держали план. Ну, как бы нам сказали. Мы не знаем. А мы верим. Да. Я такой думаю. Так, секунду, ребята. Ну, я знаю, кто точно должен знать. Это каскадеры, парни. Они эти ящики устанавливают. Они отвечают за нашу безопасность. Каскадеры точно, ребята. Их там четыре штуки. Они точно знают. Точно. Спрашивайте их. А параллельно, пока я жду, когда кто-нибудь ответит, я же уже там придумываю, как сейчас... Значит, ящик колдочку откидываю. Андрей оттолкнет. И я крышку раз. Да, да, да. Как-то я сейчас так представил, что я Рэмбо, и мне это должно получиться. И как-то да, я выйду из положения. Как бы так будет эффектно. Пяточка оттолкнусь так, и в полете так вот раз. Ящик полетит вниз, а я такой раз. Должно получиться. Ну, у Рэмбо получается. А я что, рыжий, что ли? О, значит, дождался я ответа от каскадеров. Как вы думаете, какой он был? Да мы не смотрели. Да. А мы не знаем, Серег. Мы же ждали, когда останется два ящика, чтобы там страховки натянуть. А пока три, что нам смотреть-то? Я думаю, так, ладно. Жалко, у нас нету дубля таких ящиков, поэтому жалко терять такой номер. Ну, что делать? Ладно, значит, я открываю щеколду, выхожу, все, и я вижу, Андрюша уже стоит на замахе. То есть я ждал до последнего, и я уже понял, что все, у меня одна секунда. Короче говоря, вот если бы я еще одну секунду сомневался бы, то мой брат меня столкнул бы. Гошмар. Есть и робототехника, когда ты не понимаешь, кому больше ты доверяешь. Человеку, который отвечает за твою безопасность, я только что привел пример. Робот, который вот его глюкануло, там он протыкает человека, сантиметр вправо, сантиметр влево, все. Все пропало, да. Ну, не все, а одним братом меньше. Поэтому тут реально не понимаешь, кому доверять. Даже тот же Дэвид Копперфилд, вот мы сейчас посмотрели его шоу, у него очень много робототехники, и он делает невероятное шоу, невероятные трюки. Конечно, братья Сафроновы, конечно, круче. Виктор Логинов. Серега Сафронов, он удивительный человек. Действительно, маг, волшебник, чародей. Не поворачивается язык назвать его фокусником. Он действительно иллюзионист высокого класса. Они все, братья Сафроновы, это на сегодняшний день уже бренд, марка, на которую люди идут и знают, что они сто процентов получат феерию. Это будет восхитительное шоу. Одни их новогодние праздники, чего стоят. Мы с детьми ходим, и мы не понимаем, как они это делают. Вот это не просто достать кролика из цилиндра, это позавчерашний век. Они делают удивительные вещи. Огонь, исчезновение, мотоцикл. Раз, раз, раз. Ты смотришь на таких людей и восторгаешься, как восторгаешься музыкантами, художниками, которые из ничего могут создать феерию. Спасибо большое. Любой фокус и любая иллюзия требуют подготовки, Сергей. Или можно там что-то быстро сотворить из, я не знаю, из чашки и блюдца. Это вопрос не к тому, чтобы вы сейчас демонстрировали нам фокусы, что, конечно, было бы неплохо. А это вопрос не какой-то технологии. Любопытно мне. Но тем иллюзионистам, которые занимаются манипуляцией, ловкостью рук, им проще сделать какой-то тот или иной фокус с каким-то предметом подручным. В моем случае это не так все просто. Но я сейчас приведу один пример. К нам приехал как-то с Кипра наш коллега. Знаете, вот он очень был похож на такого мафиуса, такой огромный, шляпа на нем, белая рубашечка, черная двоечка такая помятая. Такой, ну, вот прям вот так вот. Там у них еще акцент какой-то. Они тебе вроде в любви признаются, но это такое, как будто тебя убивает сейчас будет. И вот, значит, мы договорились встретиться в каком-то экспоцентре, а там, чтобы пройти на территорию этого экспоцентра, нужно было пройти металлоискатель. Так. Ну, мы-то что, мы-то подготовленные, мы спокойно взяли и прошли. А человек, значит, он проходит, и металлоискатель срабатывает, и его охранник просит, ну, что у вас вот здесь? Ну-ну-ну-ну-ну, и такие пошли, платочки, все это, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Он хотел нас поразить, российских фокусников. Я из Кипра приехал, российский фокусник. Хотел подготовить, а тут как бы ему... Конечно, а тут такая незадача. Как знал, куда позвать надо было его. Как знал. А есть какой-то самый любимый номер, Сереж? То есть вот это вы любите больше всего на свете? Горить заживо. Тоже отдельная история. Программа «Что, где, когда» — это наш первый такой, первый эфир, после которого я неделю не расставался с телефоном. Я ждал, когда же мне позвонит Александр Цикал, Константин Эрнст. Сейчас мне же как начнут назвать? Ребята, давайте скорее делать шоу в Лас-Вегасе. Давайте, а что-то никто не звонит. Ну, в общем, мы там сделали трюк. Очень сложный, огромный. Мы его делали у нас в деревне, потому что никаким у нас не было ни мастерских, никаких ничего не было. Мы делали под открытым небом. Наши соседи проходились и говорили, что, глубять не делаете, что ли? Мы говорили, через месяц посмотрите, какую мы тут голубятню делаем. Посмотрите. Значит, мы сделали эту голубятню. Это, короче говоря, такая клетка, куда мы заходили в дальнейшем. И клетка сгорала, мы исчезали. Придумали абсолютно новую технологию, новый принцип, потому что перед нами Борис Крюк поставил очень сложную задачу. Он сказал, что, вот смотрите, с одной стороны будут стоять знатоки, с другой стороны будет стоять камера в прямом эфире, все будет снято одним дублем, без монтажа. То есть все, вот перед вами задача. Справитесь, мы говорим, справимся. Он говорит, все, отлично, давайте. И мы, значит, заходим в этот аппарат сожжения. Это тоже к вопросу опасности и травмах. Значит, мы заходим в этот аппарат, сгораем. Ну, на самом деле, мы же понимаем, что мы не сгораем, а есть секретная комнатка, очень достаточно тесная, куда мы троем... Забиваемся. Магическим образом забиваемся. И вот, значит, вот так вот мы сидим, вот так вот мы сидим, вот так вот. Тут металлическая, значит, стенка. Мы сквозь щели видим, как все это полыхает. Нам безумно жарко. Я жду, когда же скажу стоп, знатоков должны же загнать обратно, должны уйти на рекламу, и тогда мы можем освободиться. Я, значит, вот лежу, чувствую, что все, горит, все, печка. И Илья мне в ухо кричит. У меня нога горит, у меня нога горит, у меня нога... Все, я не могу, у меня нога... Он кричит, он все, он сейчас будет... А я понимаю, что надо ждать, потому что прямой эфир, камеры направлены, все, сейчас нельзя вылезать. Нельзя выходить. Нельзя. И я делаю так. Илюша, терпи. Что там у тебя? Поняли, что произошло? Я вот так вот носиком... По раскаленному металлу. Ух, тоже было забавно. Сжукся. Ну, конечно, потом вот такой нос у меня был. Слушайте, ну, это прям... Я хочу показать фокус. Ой, покажите же. Я просто подумал, мы столько говорим о фокусах, и если я что-то не покажу, то это будет просто неприлично. Я бы даже сказал так, что это не фокус, это будет настоящая магия, потому что я никогда... Я уже говорил, да, ловкость рук я не обладаю. Мои все друзья знают, что ко мне лучше никогда не приставать с вопросами, а можешь показать какой-нибудь фокус, потому что это... Угу. Я не люблю. Я люблю получать удовольствие от... Вы как это с Кипра, в кармане клубок ниток. А вот это да. Смотрите внимательно, все буду делать очень медленно. Сейчас сожрет. Что все было по-честному, покажу, что нитка у меня во рту. Угу. Да, все по-честному. Теперь внимание. Слабонервные могут закрыть глаза. Я говорил, что это... Вы меня пугаете. Это мой любимый трюк. Смотрите внимательно в руках. Ничего нет. Все будет происходить прямо на ваших глазах. Да, ты проскочила. Вы знаете, кто такие филиппинские хилеры? О, да. Нам про это Людмила Гурченко все рассказала в кинокомедии «Любовь и голуби». Вот это врачи, которые могут делать операцию без хирургических инструментов. И я познал их тайну. Смотрите внимательно на мой живот. Ой, елки-палки. Видите, нитка вылезла у меня прямо из живота. Мы видим. Можете проверить, живот настоящий. Это не силиконовая накладка. Смотрите, правда из живота этого могущественного волшебника. Вон она там торчит. Какой кошмар. Тогда тяните ее. Да? Держите крепко, тяните очень медленно. Вам будет больно? Тяните нить. Аккуратно-аккуратно-аккуратно-аккуратно. Молодимый, молодимый. Я пошутил, все в порядке. Инфаркт? Какой ужас. Все, с моим животом почти все в порядке. Нитку можете оставить себе на память. Спасибо. Что артист, маг, чародей и волшебник должен делать, если он понимает, что что-то пошло не так, вот как там, я не знаю, время? Он должен признаваться зрителю или доигрывать до конца? Ни в коем случае не признаваться. На самом деле, ведь телевизионный жанр, он притягивает зрителя тем, что ты смотришь каждый номер как хороший детектив. Ты же не знаешь, чем закончится. Ты можешь только предугадать. Так, исчез, значит, где ты должен появиться. Но где? Ой, смотри-ка, он рядом со мной. У нас были случаи, когда у нас ассистентка исчезала. Ну, по сюжету она должна появиться, но она не появлялась. И поскольку зритель не знал, что она просто застряла у нас, и все. И она... Да. То есть, если мы не будем стоять с такими лицами... Да, что-то... Извините, ребята. А если ты сделаешь хороший акцент, ну, все, она исчезла, значит, ребята... А кто вам сказал, что она должна появиться? Никто, все, она исчезла. В этом и заключался этот трюк. То есть, не показывать, какой должен быть престиж. Потому что зрителя можно всегда легко обмануть. Он же не знает, чем должен закончиться номер. Зритель, покупая билет на наше шоу, говорит о том, что он пришел и согласен обманываться. Конечно. Ваша жена, Катя? Он очень добрый. И это даже иногда очень-очень плохо. Очень есть много случаев, когда... Ну, неприятно прям пользоваться добротой его. А он не может ничего с этим сделать. Потому что, по сути, человек такой просто добрый. Когда мы работали, были разные ситуации. Когда доброта проявлялась, хотя мы просто дружили. По сути, там просто ассистентки были. Но он нас оберегал. Единственные девочки в коллективе. Он там чемодан поднесет. Ну, разные ситуации бывали. Изначально очень добрый. Он человек добрый, искренний, честный. В работе у него упрямство есть. Он поставит цель. Он обязательно на нее добьется. Всегда. По головам, конечно, не пойдет. Он не такой. Но добьется все равно. Есть у меня одна мечта и цель, которую я уже никогда не добьюсь. Я по этому поводу очень сильно переживал. У меня есть любимый актер Рутгер Хауэр. С четырех лет я помню, что я начал коллекционировать с ним фильмы, какие-то картиночки, журналов, еще что-то, еще что-то. И моя мечта была с ним оказаться на одной съемочной площадке. Два года назад, совершенно случайно, накануне моего дня рождения, за день, мне позвонили абсолютно незнакомые люди и сказали, «Сергей, мы знаем, что вы поклонник Рутгера Хаура, мы его привозим для своих каких-то мероприятий». Но мы ему рассказали, что было бы неплохо увидеться. У меня была бессонная ночь. Я боялся, что это безумно будет... Ну, я боялся, что вдруг я разочаруюсь, что он будет звездным человеком. Я вас понимаю, да. И я просто, да, встречал очень много людей, которых я, ну, не прям боготворил, но считал, что они адекватные. А я потом, когда с ним познакомился, я понимал, что да, ребятки, ну, ладно. Образы, которые вы нам рассказываете и показываете по телевизору, что все это лукавство. Короче говоря, мы с ним встретились. Я понял, что он обалденный дед, что я вообще не... Вот все, это моя мечта, и я точно добьюсь, что я окажусь с ним на съемочной площадке. Так, как это сделать? Меня он не позовет, значит, его должен позвать я. Да. Я написал сценарий, мы с братьями стали авторами идеи. Ну, не только я написал сценарий. Олег Асандулин, Михаил Зубкома написали, короче говоря, сценарий. Вместе с Жорой Малковым мы этот фильм запустили. В августе мы, 10 августа, должны были снимать мистера Хаура. За неделю до этого нам сообщили, что он умер. Хотя мы за месяц до этого мы с ним разговаривали, и когда ему рассказали, что вот тот самый парень-то, который вот два года назад вы приезжали, помните его? Да, помню. Мы с ним тогда чудесно поговорили. В общем, он вспомнил и сказал, что он с удовольствием приедет и будет сниматься. Я ему специально там целую роль придумал. И он не даже... Обидно, да. А ваши дети, старшие, которые уже в сознании, они вот верят в ваше волшебство? Ну, нет. Они уже достаточно взрослые, хитрые. И когда они видят папку полностью разоблаченного, то есть я имею в виду там с утра в трусах, то тут уже как ни крути, тут маги-то особо не попахивает. Поэтому нет, они у меня так... А вообще, в принципе, вот вы любите поражать воображение, Сергей? Я сейчас не о работе, а о жизни. Там, я не знаю, жены или мамы, или там братьев, детей. Какими-то подарками, может быть, неожиданными, поступками какими-то непонятными. Летим завтра на море. Ну, я это делаю регулярно. Я это делаю иногда, а может, даже в большей степени не только потому, что они в этом нуждаются. Там, например, потому что я сам этого хочу. Ну, да. Потому что я, например, как вылетел из родительского гнезда, я понял, что мне никто в этом мире больше ничего не подарит. То, что я захочу. Значит, я должен сам себе дарить то, что я хочу. А я хочу с женой и с ребенком поехать на... Берег океана. А я хочу без жены, без ребенка с братьями поехать в Вегас. Я беру и еду. Потому что я не знаю, что будет завтра. Это точно. Но учите меня какому-нибудь фокусу, можете? Да, но не судите строго. Прямо вот как будто мы все родные, друзья и близкие. То я начинаю переживать. С ума сошли? Нет, наоборот, я хочу. Я же ранимый. Да это я поняла. Так, ну, тогда смотрите. Мешочек. Мешочек, да. Причем самый обыкновенный мешочек. Внутри ничего нету. Вот. Значит, смотрите. Если мы сейчас делаем вот как. Ага. Не сидеть на месте, да? Я сижу. Все, все, я сижу. А реакция есть. Какие вы знаете волшебные заклинания? Крибли-крабли-бумс. Годится. Слушайте. А если я попробую достать? Все предельно просто. Естественно, до начала этого мероприятия я немножко поработал с пакетиком. И сделал с обратной стороны вот такое незатейливое окошко. Так. Теперь рассказываю, как все это работает. Ну, я думаю, что многие уже догадались. Нет, я не догадываюсь. Я покажу с обратной стороны. Вот так это происходит. Смотрите, пакетик у меня пустой. Видите, внутри ничего нету. Гениально. Вот. И мы берем, ставим пакетик на стол. Дальше начинается самая магия. Волшебные слова. Да-да, крибли-крабли-бум. Без них вообще никуда. Никуда. Ага. То есть пакетик можно даже не резать, если вы не знаете волшебные слова. Поняла. Слушайте, это гениально. АПЛОДИСМЕНТЫ Тоже на память. Благодарю вас. Сказать, что я удивлена, не сказать ничего. Вы поразили меня в самое сердце, Сергей. Без всякого преувеличения. Я желаю вам смотреть мир столько, сколько вам захочется, и даже больше. Делать то, что вам хочется сделать. Потому что вот это я знаю совершенно точно, да, что лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. Понимаете, да? Что все, что вы хотите делать, что вы сделали. Я желаю вам и вашим братьям удивительных совершенно чудес, которые вы сами и творите, в том числе и для нас. И здоровью вашим детям и родителям. Спасибо большое. Спасибо. До встречи с Сергеем я скорее относилась к скептикам. Все-таки техническое образование к этому располагает. Но после сегодняшнего разговора я точно знаю, ловкость рук тут ни при чем. Это абсолютная чистой воды магия.